Альмира Новоселова 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 благодаря жилищным сертификатам. С начала года людям, которые находятся на заслуженном отдыхе, была выплачена единовременная выплата в размере 5000 рублей. С февраля неработающим пенсионерам выплачиваются пенсии, проиндексированные на 5,4%. С апреля пошла вторая волна индексации. С 1 апреля 2017 года были проиндексированы социальные пенсии на 1,5%. Такая цифра обусловлена ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2016 году. К данной категории пенсионеров относятся инвалиды детства 1-2 группы, инвалиды 1-2-3 группы, социальные пенсии по потере кормильца, а также граждане, достигшие 65-летнего и 60-летнего возраста, женщины и мужчины, соответственно, не имеющие страхового стажа. Таким образом, размеры пенсий с начала этого месяца у таких категорий, как инвалиды детства 1 группы и дети-инвалиды, составят 18 123 рубля. Инвалиды детства 2-й группы, инвалиды 1-й группы и нетрудоспособные лица, потерявшие обоих родителей, будут получать 15 102 рубля. А нетрудоспособные лица, потерявшие одного из родителей и инвалиды 2-й группы – 7551 рубль. Помимо индексации социальных пенсий, с 1 апреля увеличена стоимость пенсионного коэффициента. С 1 апреля стоимость пенсионного коэффициента составляет 78 рублей 58 копеек. Это так называемый один балл, с учетом которого будет назначаться пенсии. Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы уже во второй раз в течение этого года. С начала текущего месяца они увеличились на 0,38%. В этот раз прибавка не очень существенна по сравнению с февральской индексацией. Общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составил 5,8%. Аэрофлот организует для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатный перелет внутри страны и в некоторые европейские страны в мае этого года, сообщает информагентство «Северпресс». При наличии мест для повышения класса обслуживания Героев Советского Союза и Кавалеров Ордена Славы будут перевозить в бизнес-классе. При этом каждый участник акции может оформить бесплатный билет для сопровождающего лица. Кроме перелетов внутри России ветераны Великой Отечественной войны сопровождающие лица смогут перелететь в страны СНГ, Балтии, Грузию, а также из всех стран бывшего СССР в европейские страны Болгарию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию. Билеты начнут оформляться 25 апреля. Срок их действия – один месяц, сообщает официальный сайт президента России. С 1 по 10 мая холдинг «Российские железные дороги» предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных пассажирских поездов и вагонах с местами для сидений всех категорий поездов, курсирующих внутри страны. Акция действует также в вагонах высокоскоростных поездов САПСАН. Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов САПСАН. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий, сообщает пресс-служба РЖД. Оформить безденежный билет можно в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира и при предъявлении удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверения о награждении медалью за оборону Ленинграда. Для иностранных граждан оформление проездных документов производится при предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года. Сборы за оформление проездных документов взыматься не будут. С участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не будет взыматься платой за сервисные услуги. Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов Великой Отечественной войны и оказанием помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений общества. Может ли человек с ограниченными возможностями здоровья посетить концерт в городском Доме культуры или познавательное мероприятие в Центральной библиотеке? Насколько адаптированы для этого объекты социального назначения в нашем городе, решили узнать члены Общественной палаты и представители организации «Надежда», занимающиеся поддержкой инвалидов. Представители Общественной палаты и организации помощи инвалидам «Надежда» решили проверить, насколько Управление по труду и социальной защите населения приспособлено к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья. Первое препятствие для инвалида – отсутствие пандуса. Чтобы попасть в здание, ему придется воспользоваться скалой мобиля. Им будет управлять сотрудник учреждения. «Коляска с весом килограммов сто. Вы один человек справитесь, чтобы поднять коля?» «Я справлюсь». То, что учреждение адаптировано к нуждам инвалида, стало понятно с первых шагов. В нем все соответствует необходимым требованиям. От тактильных указателей на входе до расширенных дверных проемов кабинеты. «У нас объект считается стопроцентно адаптированным. То есть мы привели все в соответствии со СНИПами, с теми требованиями, которые необходимы, начиная от входной группы и заканчивая санузлом». Следующий адрес проверки – Дом культуры «30 лет победы». И здесь общественники первым делом нажимают кнопку вызова сопровождающего. «Подождите, приглашу сотрудника, вам помогут». «Спасибо». Сотрудники Дома культуры ждать себя не заставили. Двое мужчин выносят посетителям скаломобиль. С его помощью подняться в здание можно за минуты. «Здесь, посмотрите, закрепляется сама коляска, уровень, подбирается по спинке, ручка поднимается. Мне кажется, это самое лучшее. И чем понравилось, что кнопка говорящая». «Кнопка у нас еще оборудована видеонаблюдением. То есть непосредственно у сторожей находится пульт управления, на котором на мониторе видно человека, кто обратился непосредственно. То есть происходит визуальный контакт». Сергей Дмитриевич ответственный за доступность среды. Инвалиды должны проводить свой досуг полноценно. «Наша цель – создать для них благоприятные условия», – говорит главный инженер ГДК. «Наши двери также ежедневно открыты для особенных посетителей», – чуть позже рассказывают общественникам городские библиотекари. «Подняться в здание инвалид может с помощью скаломобиля. Между дверными проемами с высокими порогами используется легкий алюминиевый пандус». «То есть человек с ограниченными возможностями может не только легко попасть к вам в учреждение, но и хорошо провести свой досуг?» «Конечно, конечно. У нас есть пользовательское место еще, компьютер, где люди с ограниченными возможностями могут прийти, у нас поработать здесь, отдохнуть. Шашки есть, шахматы есть, можно провести соревнования». «Третье – посещаем учреждение, которым, в принципе, может пользоваться любой инвалид. То есть, скажем так, и для слабовидящих, может быть, с каким-то там сотруднением в передвижении, кто колясочник. На мой взгляд, то есть условия созданы. То есть самое главное – желание посетить какое-то культурное заведение, получить услугу, которая тебе необходима. Я думаю, что в нашем городе большая проведена работа в этом направлении». Целевая программа «Доступная среда» рассчитана до 2020 года. За это время российские города должны стать более приспособленными для жизни инвалидов. На этом наш выпуск завершен. Следующий социальный вестник выйдет в эфир 18 мая. Мы вновь подберем для вас важные и интересные новости, которые будут полезны абсолютно всем. Но если вы что-то пропустили или хотите поделиться этой информацией с кем-то еще, ищите нашу программу на официальном сайте Лабаднадского телевидения. Адрес прежний – www.lbt.defistv.ru И подписывайтесь на наши группы во всех социальных сетях. Там же вы сможете предложить новые темы, которые стоит осветить в эфире. Если у вас есть вопросы или вы нуждаетесь в помощи, звоните к нам в редакцию по телефону 2-15-36. Вместе мы попробуем разобраться в вашей проблеме. Всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok